Общественники помогают обратить внимание на самые острые проблемы округа. Об этом на встрече с активистами Общероссийского народного фронта сказал губернатор Ненецкого округа. Игорь Кошин обсудил с представителями Всероссийского движения проекты, которые реализуют фронтовики в Ненецком округе. В частности, речь шла о качестве дорог, очистке Арктики от накопленного мусора, формировании комфортной среды. 28 участков дорог общей протяженностью 9 километров. Таков на сегодня результат проекта «Карта убитых дорог». Жители округа отмечали на интерактивной карте те участки, которые, по их мнению, нуждаются в ремонте. Затем голосованием составляли народный рейтинг очередности ремонта улиц. Оценили окружные дороги и представители Центрального штаба ОНФ. В мае делегация дорожной инспекции проехалась по улицам города и поселка Искателей и обратила внимание региональных властей на нарушения, которые требуют устранения. Об этом на встрече с главой региона рассказал Виктор Синявин. По этому проекту мы горим красным цветом, как говорится, там отметочки. Красный – это значит, еще ничего не сделано. Желтый – это ямочный ремонт у нас. Одна только отметка, где произведен ямочный ремонт. Вот такая картина складывается. И также мы в планах ремонта также у нас отметка 0. И дорога отремонтирована, тоже отметка 0. По мнению Виктора Синявина, изменений на карте убитых дорог не происходит, потому что большинство из них – муниципального ведомства. В городском бюджете сегодня нет средств, чтобы разом привести дороги в порядок. Однако глава региона считает, общественникам необходимо спрашивать с муниципалов исполнение всех обязательств. Вы абсолютно правильно сказали, что не на все, видимо, хватает средств. Ровно поэтому у нас округ небольшой, с тем, чтобы, во-первых, сделать определенную оптимизацию, сократить количество чиновников. Я надеюсь, что меня здесь Общероссийский народный фронт поддерживает, потому что расходы на чиновников, они, к сожалению, зашкаливали. Если не ошибаюсь, чуть больше трети город тратят на собственность и бюджет. Вот, реализируя, в том числе и на дорогах. Потому что на сегодняшний день те полномочия, которые есть в городе, значит, бюджет 650-700 миллионов достаточно. Привлекают общественники жителей города и к формированию доступной среды. Недавно фронтовики проверили объекты социальной инфраструктуры на предмет доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам проверки была выявлена необходимость в сертифицированных экспертах. У нас родилось такое вот простое предложение. На этапе различных разработок ПСД, которые касаются социальных объектов, там еще что-то, все-таки привлекать экспертов, которые вот в этих рамках что-то знают, да, вот именно конкретные эксперты по доступной среде. Почему? Потому что, ну вот, к сожалению, да, я понимаю, это не ваш пенсионный фонд. Это не окружной объект, там, да, там с нарушением со всеми СНИПов сделано. Глава региона счел предложение активистов ОНФ нужным и дал соответствующее поручение профильному департаменту. Общероссийский народный фронт, в свою очередь, намерен отправить на обучение активного участника общества инвалидов Виталия Хабарова. После получения соответствующего сертификата он сможет выступать экспертом при проектировании социальных объектов. Один из приоритетных проектов ОНФ – генеральная уборка. За три месяца на интерактивной карте свалок было отмечено 149 мест несанкционированного складирования мусора. На сегодня ликвидированы только 10 из них. Кроме того, внимание активистов направлено на полигон ТБО в поселке Искателей. Министерство природных ресурсов запросило данные, на основании которых сделало дорожную карту, направило в Государственную Думу для принятия решения о дальнейших работах по чистке Арктики. К сожалению, от Ненецкого автономного округа вошло всего два объекта. Вошла городская свалка и Андерман. Там нет полигона в Искателях, который является на сегодняшний день огромнейшей проблемой. И денег на его рекультивацию нет ни у округа, ни у заполярного района, ни у поселка Искателей. Фронтовики считают своей главной задачей привлечь федеральные средства на рекультивацию полигона ТБО в рабочем поселке. С помощью федерации, считают активисты, можно решить и проблему по очистке Амдермы. Департаменту природных ресурсов дано поручение привлекать экспертов ОНФ к формированию госпрограммы по защите окружающей среды и заседаниям профильных рабочих групп. Валентина Чебичих, Владислав Носкин, Телеканал «Север».